Время новостей. В студии Анна Нитченко. Здравствуйте. Обстрел мирных граждан. Незаконное вооруженное формирование из гранатомета обстреляли поселок Травневая в Донецкой области. По данным Донецкой областной государственной администрации, накануне вечером один снаряд попал во двор жилого дома и повредил окна. Второй разорвался в воздухе над огородом. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Украина вывезла из Афганистана более 250 своих граждан. Еще примерно 90 ждут эвакуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И заявил, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока не вывезут всех желающих. Кроме того, Дмитрий Кулеба опроверг информацию о захвате украинского самолета. Подчеркнул, ни один борт, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находился в чем-либо плену. Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел выехать. Сейчас, учитывая эффективность наших действий, к нам поступают запросы от других стран и организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. Есть много сложностей. Приоритет мы будем предоставлять гражданам Украины. Кроме того, министр сообщил, программа визита президента Украины Владимира Зеленского в США находится на финальной стадии работы. Одним из ключевых вопросов станет энергетическая безопасность Украины. Германия сегодня прекращает эвакуацию из Кабула. Ранее такое же решение приняли власти Дании, Бельгии, Польши и Нидерландов. Эвакуационные рейсы из Кабула завтра завершит и Франция. Страны спешат это сделать до 31 августа из-за угрозы терактов. Талибы выступили против продления указанного срока. За последнюю неделю из Афганистана вывезли уже более 80 тысяч человек. В аэропорту эвакуации ожидают еще 10 тысяч граждан. В среду ситуация в аэропорту Кабула резко ухудшилась. Мы получили информацию из американского источника, что есть серьезный риск нападения с использованием бомбы. Вчера вечером все бельгийские группы, работающие в аэропорту, были эвакуированы в Пакистан. Террористическая угроза оставалась очень высокой и в последние дни фактически возросла еще больше. Поэтому мы приняли решение. Учитывая тот факт, что основные цели нашей миссии были выполнены, учитывая, как мало времени осталось до завершения эксплуатации этого аэропорта, но прежде всего с учетом безопасности наших солдат, консулов и дипломатов, находящихся там, эта миссия должна быть завершена и была завершена сегодня. Северный поток-2 – это геополитическое оружие Кремля, и его реализация не в интересах Европы. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, об этом свидетельствует реакция России на решение суда Германии по газопроводу. Накануне Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, на газопровод распространяется действующее правило ЕС. Северный поток-2 должен быть независимым от Газпрома. В свою очередь представители российского газового монополиста заявили, что приняли к сведению решение суда, но о дальнейших планах не сообщили. Наша позиция остается неизменной. Северный поток-2 – это политический проект России, который грозит и Украине, и Европе. Реакция российского монополиста – фактически решение данного суда в который раз подтверждает, что Северный поток-2 – это геополитическое оружие России. Также премьер-министр пообещал, что проект госбюджета на следующий год правительство передаст Верховную Раду вовремя. Согласно законодательству, внести его должны не позднее 15 сентября. Парламентская ассамблея НАТО приветствует создание саммита Крымской платформы. Также там создали неформальную группу поддержки саммита. Как сообщил сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО Оэр Скалниш, работа этой группы станет важным вкладом в объединение усилий международного сообщества для противодействия агрессивной политике России и милитаризации украинского полуострова. Готовиться к новому этапу пандемии призвали во Всемирной организации здравоохранения. Следующие три месяца станут критически важными, заявил генеральный директор ВОЗ. Всего в мире выявили почти 215 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии. После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но оно стабильно на очень высоком уровне – более 4,5 миллионов случаев и 68 тысяч смертей. Ситуация отличается в разных регионах и странах. В некоторых по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, в то время как в других наблюдаются снижения. Тем временем система здравоохранения Украины готова к новой волне COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, количество случаев инфицирования штаммом «Дельта» постепенно растет. 5 августа подтвердили 147 случаев, а 20 августа – 520. Уже готовы более 2,5 сотен больниц, которые будут оказывать специализированную помощь при лечении COVID-19. 96% койко-мест обеспечены кислородом. Опасная тенденция. За время пандемии объемы продаж антибиотиков в Украине выросли почти в 3,5 раза. В правительстве считают, решить проблему мог бы электронный рецепт. Сработает ли он в наших реалиях и чем опасно самолечение антибиотиками, разбиралась Юлия Бардыш. Антибиотики – это лекарство, которое предназначено, чтобы убивать бактерии, которые становятся причиной той или иной болезни. Однако люди, не понимая разницы между препаратами и их действием, часто пытаются лечить с помощью антибиотиков болезни от насморка до вирусных гепатитов. По словам врачей, это может привести к непоправимым последствиям. Для разных видов бактерий нужны разные виды антибиотиков. А какие именно, знает только врач. Но не все украинцы готовы идти на консультацию к специалисту. Вот скажите, насколько вы уверены в качестве всех врачей? Насколько у вас всегда есть возможность пойти к врачу? Вот у вас, допустим, в 10 часов вечером вам стало плохо, вам нужно что-то, что потребует рецепт. В 10 часов получите рецепт? Да, соответственно, есть какой-то класс препаратов, которые, да, неплохо бы требовать рецепты, но антибиотики, рецепты, ну вы серьезно? Именно из-за такого отношения к собственному здоровью и самовольному назначению антибиотиков ежегодно в мире 700 тысяч человек умирает от болезней, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Антибиотикорезистентность, по данным ВОЗ, в первой десятке крупнейших угроз для здоровья. Может случиться так, что не будет ни одного препарата эффективного, который позволит вылечить ту или иную инфекционную болезнь. В зависимости от того, какого препарата будет не хватать. То есть возникнут супербактерии, как их называют, которые станут нечувствительными вообще никаким лекарственным средством. И в результате такого инфекционного заболевания человек может либо умереть, либо стать инвалидом. Чтобы избежать такой ситуации, в Украине планируют ввести обязательный электронный рецепт для выдачи антибиотиков. Большинство опрошенных такой шаг поддерживают. Я думаю, нормальный человек не пойдет и не купит сам это, потому что, не дай бог, потом какие-то последствия, ну это уже сам человек будет брать на себя такую большую ответственность. Это должно каким-то образом контролироваться. Болезни разные. Человек не может по своему усмотрению определить свое состояние. Нужен специалист. Закон запрещает продажу антибиотиков без рецепта. Но на практике большинство препаратов можно приобрести свободно. Их могут продавать даже подросткам. Ведь штраф за нарушение не дотягивает даже до 500 гривен. Контролирующие органы работают. Они проводят периодические проверки, выписывают штрафы. Но они не могут находиться в аптеке постоянно. Электронный рецепт убирает эту преграду, потому что вы можете поднять данные за любой период времени. Можете дистанционно контролировать продажу и назначение антимикробных препаратов. Вести электронный рецепт на антибиотики планируют в марте следующего года. Сейчас его разрабатывают в Министерстве цифровой трансформации. А пока что уже на законодательном уровне. В стране запретили продажу лекарств детям до 14 лет. Юлия Бардаш, Сергей Савчук, Новости Украины. Итоги дня смотрите вечером. Я с вами прощаюсь до завтра. И напоминаю о наших страницах в социальных сетях. Узнавайте о главном в удобное для вас время. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. До встречи в эфире. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok